С детворою у экранов соберемся в выходной, здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, Ксюша и Алиса. Привет. Ну что ж, первый летний месяц уже позади. Расскажите мне и ребятам из нашей маленькой компании, чем вы занимаетесь на каникулах. Мы гуляем на улице, играем с друзьями, а еще к нам приезжают гости. Они нам дарят подарки, веселятся с нами. Мы ходим в магазины, покупаем всякие вкусняшки, ну, ходим на озеро, в парк. Я практически этот месяц провела у бабушки с дедушкой. Но мне все равно там весело, потому что я полую грядки, кормлю своих любимых котов и помогаю дедушке кормить цыплят. Я обожаю детскую библиотеку. Часто беру там книжки. А какие книги вы берете в библиотеке? Я беру книги по программе, а иногда могу взять и комикс. Давайте узнаем, как часто друзья нашей маленькой компании бывают в библиотеке и какие книги читают. Чтобы попасть в мир волшебства, добра и сказок, достаточно перешагнуть порог детской библиотеки. Здесь вы сможете найти сказку, повесть, роман, приключения, ужастик, а еще журналы о любимых героях мультфильмов, животных, растениях, технике, путешествиях и многом-многом другом. Яна Чеботько в библиотеку приходит очень часто. Девочка любит читать, а поэтому каждый раз с большим интересом спешит в мир книг. Моя самая любимая книга – это «Кладовая солнца», потому что в ней рассказывается о том, как важна дружба и то, что нельзя вечно гнаться только за собой. Больше всего мне нравятся книги фэнтези и ужасы, так как ихний сюжет меня очень сильно захватывает. Только представьте, эту книжную страну посещают более трех тысяч читателей. Здесь рады всем и малышам, и ребятам постарше. Самые маленькие, те, кто еще не умеет читать, приходят в библиотеку с мамами и папами. Малышке Дарине всего 9 месяцев. В библиотеку ее привела мама, специально, чтобы взять книгу с красочными рисунками, стихами и потешками. Их Дарина любит слушать. А вот ребята постарше приходят в библиотеку за повестями, романами, детективами. Читатель любого возраста сможет найти себе книгу по душе. Нашу библиотеку дети города посещают часто. Для малышей представлены разнообразные фонды сказок, различных маленьких книжечек. Например, «Медвежонок», «Паддингтон», «Курочка», «Ряба». Мамы, конечно, любят для своих малышей брать сказки на каждый вечер. Очень большим спросом пользуются большие энциклопедии, но для маленьких деток от 2 до 4, от 2 до 5. Для деток постарше, которые уже пошли в школу, самые ходовые на сегодняшний день – это книжки «Холи Вэб». Вот щенки, собачки, различные козочки. Но, конечно, уже для деток 12+, это уже идут книги про вампиров, дневник «Норма», может быть, кто-то такие читает и может прийти к нам в библиотеку. В детской библиотеке расположены стеллажи и полки, на которых ровными рядами выстроены книги. Причем каждая книга строго занимает свое место, чтобы ее легко можно было найти. В библиотеке очень много книг, энциклопедий, справочников, периодических изданий, и все это называется книжным фондом. Постоянные читатели знают, где расположены интересующие их книги, и поэтому сразу спешат к нужным стеллажам. Восьмилетняя у Максима Сокола, например, интересует наука и техника, поэтому его часто можно увидеть читающим эти книги. Мне больше всего нравится серия книг «Карандаши самоделкин в Африке», потому что там есть много животных, а я люблю животных. Мне больше всего нравится смотреть журналы и читать энциклопедии по животным и разную технику. Я люблю читать книги, потому что там можно узнать много нового и интересного. В библиотеке нашей маленькой компании рассказали, к книгам нужно относиться бережно. Библиотечные книги читают разные дети. Они переходят от ребенка к ребенку, и поэтому нужно стараться, чтобы книга всегда оставалась чистой и аккуратной. Для читателей в детской библиотеке проходит много интересных мероприятий. Беседы о книгах, книжные выставки, экскурсии, интересные встречи, творческие конкурсы и праздники. Ребята, если вы еще не записались в библиотеку, скорее отправляйтесь туда, ведь с помощью книг и журналов вы сможете узнать много нового и интересного. Наша ведущая Даша Яковенко побывала в Лицском районном экологическом центре. Я тоже там побывала. Больше всего мне понравился живой уголок. Там такие милые и мягкие кролики. Они пушистые. Я тоже люблю живой уголок. Мои любимые питомцы там, это попугай. Они весело и звонко чирикают и приветствуют всех, кто к ним заходит в гости. Пока мы не будем говорить о живом уголке экологического центра, а продолжим тему оригинальных и необычных поделок. Вот, например, наша Даша решила превратиться в парикмахера и сделала прическу из цветов и трав. А такое бывает? Конечно, бывает. И сейчас я вам это покажу. Привет, моя маленькая компания. Как думаете, что можно сделать из этих прекрасных цветов? Правильно, венок, букет и одну прикольную подделку. Какую? Сейчас узнаем. Чтобы создать работу необыкновенной красоты, наша Даша решила отправиться в Лицский районный экологический центр детей и молодежи. Территория вокруг него утопает в зелени и цветах. Педагоги центра рассказали Даше, с весны до поздней осени сады, луга, поля, леса радуют нас разнообразием красок. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть. Каждый цветок и травинка неповторимы и по-своему очаровательны. Чтобы сохранить красоту растений и иметь возможность создавать флористические композиции, важно вовремя и умело собрать природный материал. Педагоги центра умеют это делать и учат этому мальчишек и девчонок. Поэтому любой желающий под руководством учителя может создать объемные композиции на основе какой-нибудь интересной коряги или ветки. Забавных птичек и зверюшек из шишек, каштанов, желудей и почек. И интересное настенное панно и коллажи. Расскажите, наша маленькая компания, а как называются вот эти необычные картинки? Ну, эти картинки называются флористический калаш. То есть это наклеивание, такая техника, наклеивание различного материала на основу. Может быть она из разных материалов, но мы вот сегодня будем делать флористический именно. Флористический это значит из природного материала, из цветов. Вот сейчас такая пора летняя, очень много разных цветов, полевых особенно, из которых вот такие коллажи получаются наиболее красивые. Потому что цветочки разноцветные, разного размера, толщина стебельков у них разная. И это очень нам будет удобно при составлении вот таких коллажей. Поэтому мы будем делать вот именно такой коллаж, потому что, мне кажется, он будет самый такой яркий. Наталья Едиченко – педагог мастерской природных чудес. На протяжении всего учебного года она учит ребят создавать работы необыкновенной красоты из природных материалов. Даша Яковенко была рада оказаться на ее мастер-классе. Наши ведущие предложили создать вот такой необычный коллаж. Девочка смогла почувствовать себя парикмахером. Вот только прическу модели она создавала из цветов и трав. Весь природный материал был собран на территории экологического центра. Мы вот это вот все не будем, да, брать такую длинную. Оторвем, какие нам нужны. Вот такие вот частички. Даша внимательно слушала педагога, ведь девочке очень хотела создать интересную прическу. Для начала нужно частями намазать клеем лист бумаги. Затем выбрать самую длинную траву. После того, как она будет наклеена, в ход идет трава поменьше и, конечно же, цветы. Они придадут импровизированной модели шарм и красоту. Какие цветы и травы лучше всего подходят для такой вот прически? Именно вот в такой прическе, которую мы будем сегодня делать, лучше использовать мелкие такие растения. Вот, допустим, как у нас здесь есть газонные, с газонной травки, вот цветочки разные. Мелкие листики или травинки, которые имеют длинный и тоненький стебелек, вот чтобы у нас локоны могли хорошо получаться, которые легко выгибаются. Вот брать такие, которые, ну, более такие нежные, мягенькие, вот такие будут удобнее. Большие цветы будут смотреться неаккуратно и слишком громоздко. И потом они будут очень долго сохнуть и могут, ну, быть такой некрасивый вид иметь. Когда коллаж будет готов, его можно засушить, поместить рамочку и повесить в своей комнате, либо подарить друзьям. Такой цветочный коллаж будет радовать глаз на протяжении всего года, даже когда за окном идет снег. Если и вы хотите научиться создавать такие необычные работы, приходите в Литский районный экологический центр детей и молодежи. Вас научат заготавливать природные материалы и создавать интересные работы. А в какие игры вы обычно играете с друзьями, когда гуляете во дворе? Мы катаемся на великах. Я люблю кататься на великах с братом и со своими друзьями, играть в прятки и догонялки. И особенно прыгать по классикам и рисовать мелками. У меня любимых игр во дворе нет, но есть самая любимая игра. Это мема. Суть игры заключается в том, что выигрывает тот игрок, у кого больше парных карточек. Но при этом каждый ребенок, играющий в нее, получает много новых знаний. Давайте узнаем, как не скучать во время прогулок и играть в интересные игры. Лето. Самая любимая пора мальчишек и девчонок, которые посещают 40-й Литский детский сад. А все потому, что они много времени проводят на улице, играют с водой и песком. Особенно интересно детям в песочнице. Здесь можно дать волю своей фантазии. Ребята превращаются в архитекторов и строителей. Одни придумывают, какими будут дома и сооружения, а другие воплощают идеи в жизнь. Так поочередно в песочнице появляются города, населенные людьми, сказочные дворцы с принцами и принцессами, замки с отважными рыцарями и многое-многое другое. Сначала ребята увлеченно строят, а затем дружно играют. Пока одни развлекаются в песочнице, другие отдыхают в тени. Например, можно вместе с друзьями полистать книгу, обменяться новостями, поболтать или просто отдохнуть. Мы занимаемся садом, ухаживаем за огородом, рисуем на асфальте, лепим из пластилина, лепим из песка, наблюдаем за зеленой аптекой и ходим на экскурсию. Играем в воде, в поезд, догонялки, прятки, самолеты запускаем. Интересны детям и игры с водой. Практически на каждом участке есть надувные бассейны. Дети ловят рыбу, запускают кораблики и подводные лодки. Во время прогулок воспитатели организовывают для ребят много подвижных игр. Для них используют мечи, обручи, шары, музыкальные инструменты и многое-многое другое. Одна из самых любимых игр – мышеловка. Дети делятся на две команды. Одна берет разноцветное полотно и размахивает им. Это мышеловка. В ней лежит сыр. Задачей игроков другой команды – забежать под полотно, взять кусочек сыра и убежать. Если мышеловка захлопывается и кто-то из детей остается в ней, этот участник выбывает из игры. У каждого из ребят в детском саду есть своя любимая подвижная игра. Мышеловка, морской скат, догонялки, прятки, чай, чай, парочай. Если ведущий кого-то поймал, он его сверкает руки вот так вот и говорит, чай, чай, вылучай. Если до него дотронулись, он снова может сберегать. Моя любимая игра – это сырый кот. Надо сырый кот играть. Это надо стоить за доском, держать за плечи. И говорить раз, два, три, четыре. А потом, когда мы это закончили говорить, то кот самый первый идет по лавосику. А потом он должен ловить тех детей, которые за ним стоятся. Потому что эти дети – это мысли, и он должен их поймать. Моя любимая игра – это пятнашки. В нее надо играть, становятся два человека, и потом остальные все ребята, много человек становятся, а которые ведущие, они должны дотронуться своими руками. И, значит, их словили, а они за остальных болеют. Мальчишки и девчонки из сорокового детского сада доказали нашей маленькой компании. Проводить время летом можно весело и увлекательно. И на улице любой ребенок найдет дело по душе. Девчонки, а у меня для вас есть еще одна интересная история. Я думаю, сегодня истории достаточно. А я думаю, совсем иначе. Мне кажется, мальчишкам и девчонкам будет интересно узнать еще что-то новенькое. И мне тоже так кажется. Ведь узнавать что-то новое – это действительно всегда интересно, полезно и познавательно. Так что, Ксюша, давай смотреть. Эти мальчишки и девчонки решили не терять времени даром и за летние каникулы научиться чему-то новому. Поэтому посетили мастер-класс по лепке из полимерной глины в Лицком районном Центре творчества детей и молодежи. Полимерная глина – это пластичный материал для лепки, из которого получается настоящее произведение искусства. Глина очень напоминает пластилин, только более послушный и мягкий. Она практически не прилипает к рукам, не пачкает одежду. После застывания изделие становится очень прочным. Полимерная глина очень проста и удобна в использовании. Ребята, а вместе с ними и наша Даша, с интересом создавали работы. На столах появились брелоки, подвески, кулоны и многое-многое другое. Каждый из детей подошел к работе творчески и старался сделать свою подделку самой интересной. Алиса, а знаешь ли ты, что еще можно сделать из полимерной глины? Я знаю, можно сделать всякие брелки, магниты, подвески, сережки, всякие фигурки и много чего еще другого. Я бы хотела сделать себе какие-нибудь сережки. Я бы подарила маме их или своей подружке. Я бы сделала такую вот авокадо или какие-то фурукты красивые, радугу, солнце или там же какие-то всякие цветные фигурки. Из полимерной глины можно слепить все, что позволит ваша фантазия. Украшения, скульптуры, детали интерьера, игрушки, куклы, цветы и многое-многое другое. Главное, немного терпения и усердия. Благодаря своим свойствам глина может точно передать самые мелкие детали изделия. Таким образом, скульптура получается максимально реалистичной. Когда изделие высохнет, можно приступать к его раскрашиванию. Здесь юные мастера могут дать волю своей фантазии и используют цвета, которые нравятся больше всего. Или смешивают краски, чтобы получить необходимый цвет. Соня, расскажи о нашей маленькой компании. Понравились ли тебе в этой творческой мастерской? Очень. Я тут впервые. Мы делали тут куроны для ожерелья. Это несложная работа. Я хочу в следующем году сюда записаться, записаться и делать красивые вещи. Если вы, как и Соня, хотите делать вещи необыкновенной красоты своими руками, то обязательно приходите в Литский районный центр творчества детей и молодежи. Здесь вам все расскажут, покажут и обязательно научат этому увлекательному и полезному делу. Спасибо, Алиса. Спасибо, Ксюша. Мне и, я думаю, друзьям нашей маленькой компании очень запомнились ваши истории. Если у вас есть интересные истории и вы хотите нам ее рассказать, обязательно пишите в группу нашей программы ВКонтакте. И мы обязательно расскажем о вас в нашей программе. Ну что ж, и сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До следующей субботы. Субтитры сделал DimaTorzok